Парад хоть и детсадовский, но правила его проведения не отличаются от любых других парадов, прошедших по всей стране накануне. Движение перекрыто, работает конное оцепление. Трибуны полны почетных гостей. У меня правнучка здесь, но она еще была маленькой в прошлом году, а сейчас ей 4,5 года. Уже все-таки более сознательный ребенок. Я с удовольствием приходила сюда каждый год на это мероприятие и даже немножко волнуюсь. Привожу сюда свою внучку. И вот сейчас в преддверии вот этого мероприятия тоже немножко волнуюсь, потому что меня переполняет чувство гордости за то, что наши дети помнят и чтят своих прадедов. Как и на главном параде нашей страны, первое слово за верховным главнокомандующим, заведующий детским садом. После гимн Российской Федерации трибуны слушают главную песню страны стоя. Текст ее участники парада знают на зубок. И вот началось. Как и на Красной площади, правит бал здесь военная техника. Танки, бронетранспортеры, авиация. Формат мероприятия позволяет участвовать в марше даже боевым кораблям. Отработавшая в параде техника возвращается назад. На военные полигоны здесь целый музей боевой славы. Вот, например, легендарная Катюша, наводившая ужас на немецкие войска. Между сменами родов войск выступали юные артисты с лирикой военных лет. И вот под крик «Ура! Сместое!» и батальон укрепил врага. И вот на плацу уже пехота, военные медики, моряки. Приняла участие в параде даже собака-сапер по кличке Тайфун. Всему этому разнообразию военной техники и формы помогли состояться совместные усилия ребят, воспитателей и родителей. Все совместно с родителями приобретаются костюмы, дети ждут этого праздника, дети готовятся к этому празднику и очень ответственно относятся. Замыкает парадное шествие войск самый главный полк наших вооруженных сил – бессмертный. Скажи, пожалуйста, портрет какого человека ты сейчас нес в руках? Его зовут Дима. Он воевал на войне. Он танкист. Воевал на войне отчечества. А кто он тебе? Ну, прадедушка. Наши родственники подарили свободу, поэтому мы будем помнить всегда. Идея провести парад правнуков возникла у руководства детского сада три года назад. С тех пор это уже традиция. В финале мероприятия воспитанники поздравили с прошедшим днем победы своих прадедушек и прабабушек. А дальше командовали парадом повара полевой кухни. Фронтовой кашей угощали как участников, так и зрителей. Получил свою миску и пёс Тайфун. Скажите, пожалуйста, а что у вас в меню полевой кухни? Каша гречневая с тушенкой. Как на фронте? Конечно. Когда мы помним своё прошлое, у нас есть будущее. А значит, им воспитанники детского сада «Калейдоскоп» обеспечены. Ведь к славным страницам истории своего отечества они начали прикасаться с юных лет. Илья Кремнёв, Алексей Руднев, Екатерина Чернышёва. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова